всем привет сегодня мы обзоре изучаем немецкий ранец пехотный вермахта они были разные модификации и вот данная модель с 42 года а вообще они в армии были чуть ли не с наполеоновских времен небольшого размера честно я когда его видел в музее там фильмах думал что он намного больше то есть вот относительно моей ладони это по сути четыре ладони что же в него они клали из чего он сделан давайте вкратце по ттх купил я его естественно на авито их довольно много периодически всплывает хороший сохран то есть даже вот кожные ремешки они еще рабочие их надо будет смазать почему потому что в атаку с ними не ходили в грязи они не валяются то есть боец на марше перемещался какие-то патрульные операции где нужно было там дойти до деревни куда техника не проедет а так такие вот ранцы порфельчики хранились в обозах но то есть личным имуществом солдата и судя по его размеру имуществу было конечно мало собственно сверху он покрыт шерстью коровы до шкуркой на ней грязь не собирается и скатывается дальнейшем пошли брезентовые рюкзаки но минус брезентовых рюкзаков если ты не накрыл его палаткой плащ палаткой вот так же как и наш вещмешок он промокнет при сильном дожде который например идет весь день здесь только бака сделаны из брезента обратная сторона то есть вот боковинки обратная сторона имеет систему грубо говоря быстро сброса таких крючков которая позволяла крепить на ю-образные лямки или переносить вот как данную модель самостоятельно пристегнув это вот идет пристежка к поясу к ремню кожа вся толстая хорошая и в принципе с охрана отличный и вот так вот вставляется рюкзак можно такой простой эффект быстрого сброса вот он подписан и если мы посмотрим вот здесь на таком тиснение шильдики сорок третий год та-та-тан лайм and mert hill rose 1943 и здесь какие-то данные видать бойца подписывались потому что снаружи они все одинаковые на лямках тоже присутствуют какие-то маркировки немецкие гофр за дот поскольку лямки изнашивались вот мы видим что они разные две я покажу как они отстегиваются то есть вот здесь система сброски вот все ремонта пригодна на фурнитуре тоже стандартные значки d&k которые присутствуют на немецкой фурнитуре в ихней армии я уже показывал то есть вот и пуговицы знаки различия то есть все аутентичное ну что давайте откроем посмотрим примерную укладку расстегнулся и так по бокам были системы крепления на кожаных ремешках шинель либо одеяло сюда у некоторых вещмешков пришивался крепление для котелка либо плащ-палатки открываем здесь вы видите брезентую ткань и отпор от карман под мелочевку например там бумаги письма еще что-то класть по бокам идет стяжка и раскрываем вот так вот здесь следы ремонта прошивки то есть ранец боевой и внутрь помещали следующие вещи пример можно было убрать котелок с набором консервов сейчас мы посмотрим мне тоже много интересного пришло поскольку все равно снег и вода попадали внутрь то приходилось шить брезентовые мешочки для тех же элементов боеприпасов сигнальных там ракет и прочее фонарики боеприпасы гранаты крепились снаружи также были такие рюкзаки они ничем не отличались для того чтобы уложить сюда коробку с медикаментами и на наружную сторону вот сюда наклеивался накрыли нашивался красный крест откинув кожные такие лямочки мы видим систему запирания то есть если вот за ремешок потянуть шпилька вылазит и плечевые лямки отстегиваются убираются таким образом вы можете его повесить на рпс q либо заменить лямки вот здесь у меня вот походу отпоролась так по бокам сюда ставились два ботинка и сейчас я покажу мне пришло с раскопок с немецкой позиции где стояла орудие пак 38 артиллеристы небольшое небольшие находки сейчас покажу тоже они входили в личные имущества солдата вермахта по еде пришла вот такая ложка вилка сохран конечно ужасный то есть если на нее надавить алюминия уже крошится то есть он потерял вот это вот свойство мягкости пришел интересный вот такой бона сыр тильзитер он до сих пор производится только упаковка не в виде тюбика так консервы норвегия при поставляла сардинки и найден был от отчаянечко вверх это у меня марш гитран он примерно тоже такой на боевой напиток он примерно такого же сохран а вот то есть пополнился меня набор питательный теперь гигиена по гигиене у меня пришла вот у них расчесочка интересный вариант это доромат радиоактивная зубная паста производящийся в берлине практически всю войну с тридцать восьмого года я даже рекламу ее нашел ну тюбики я вам уже показывал какой-то интересный вот от херин лакаль бланч парфюм не переводится не нашел вообще что это такое плюс еще у меня есть крем не вея то есть я показывал меня просто сейчас он лежит в музее под стеклом теперь еще ряд интересных вещей которые пополнили коллекцию ну поскольку он говорил что это было от артиллерийская позиция вот пак 38 какая-то бумажечка найден было это укупорка от детонаторов пороховые мешочки тоже еще одна вот хлорница шильдик с личным номером причем так какой-то такой полусамодельный от пороховых тоже навесок идет шильдик очки остатки каски интересный вот нашли пролетарский молот завод в ростове он производил холодильники но явно не во вторую мировую войну так и не поняли что прислали они на фронт ну и интересная находка там уже сухие чернила вот то есть довольно тоже такая это винтажная штучка для фотосессии подойдет собственно вот такие вот интересные находки и вещи появились у нас в коллекции будем расширять еще от я показывал ранее собираем по медицине вермахта но пока очень дорого стоит например сумка медицинская кожаная она где-то в районе 8 9000 стоит с учетом что вот этот ранец я взял за 5 на авито собственно теперь он как бы все это объединил в себе и на выставке я буду вот выкладывать прям привозить его и сейчас все у меня здесь будет укомплектовано всем спасибо за внимание до новых встреч друзья археологи